Два человека погибли и пятеро пострадали в результате масштабного пожара на Пасмитного 10 дробь 12. Возгорание началось в жилом доме, который сдавали по квартирно в аренду. На момент пожара в помещениях находилось 19 человек. Те, кому удалось спастись, говорят, накануне были проблемы с электричеством и ранее произошел пожар меньшего масштаба. На месте событий была наша съемочная группа. Детали в следующем сюжете. Палку, провод надо приподнять, и до скорой выезжать будет быстро. Сообщение о пожаре поступило в 9 вечера. Площадь возгорания составляет 2000 квадратных метров. Задействовано более 60 человек личного состава ГСЧС. По состоянию на 11 вечера известно о одном погибшем. Люди, которые жили в арендованном жилье, говорят, они не слышали, какого бы то ни было сигнала о пожаре. Даша говорит, Настя, выбегай, мы откроем дверь, мы просто уже ничего не видим. Все в дыму. Это страшно было. Вы нашли выход? Как? Мы просто вышли, мы просто из коридора на вход. Нам сразу включают, открывайте двери, чтобы этот угарный дым выходил на оружие. Мы стоим, держим, она возутая, босиком. Я вот взуваю в летние кроссовки, выхожу, как бы. И я понимаю, что люди уже падают с третьего этажа, ломают эти перила деревянные. С третьего этажа просто падают. Ну, это очень страшно. Они кричали, действительно. Люди кричали о помощи. Ну, уже туда не зайти было. Все в дыму были. На втором этаже загорелось что-то. Я был на третьем. Прямо подо мной загорелась квартира. Я открыл окно, это повалил черный густой дым. Буквально секунд 15 он заполнил всю комнату. Невозможно было дышать, он заполнил легкие. Его можно было только глотать, не выдохнуть, не вдохнуть. Я открыл дверь, в коридоре все в дыму было. До лестницы было очень далеко. Я увидел, там было в конце коридора девочек пять, наверное, молодых. Они не могли выйти. Кричали, что возле лестницы очень горячо, что там именно жар идет. Позже, во время разбора завалов, нашли тело еще одного умершего. Личности погибших сейчас устанавливают по предварительной версии. Причиной пожара стала неисправная электропроводка. За данным фактом, следы начали криминальное проведение за частью 2 статьи 270 Криминального кодекса Украины «Порушение установленных законодательством вимог пожарной безопасности». Наразі разглядывается несколько версий вказанных событий. Небережное поводжение с вогнем и несправность электрообладнания. Чиновники, прибывшие на место, заявили у арендодателя, нет ни одного разрешительного документа. То, что это незаконный хостел, это понятно. То, что оно под видом квартир, это понятно. То есть понятно, что здесь все нарушения, которые только могли быть. Людей мы сейчас соберем, отвезем, где-то они будут пока ночевать. У них сгорели вещи, все погорело. Даже у хозяина всего этого дела, даже документов никаких нет. Тушение огня осложнялось несоблюдением пожарной безопасности в здании, говорят спасатели. «Труднощи полягали в том, что были отсутствием противопожежные разрывы между зданиями. Різного призначения. Также по деревянным конструкциям пожежа швидко расповсюдилась на значную площадь. Загальна площадь пожежи склала больше тысячи метров квадратных. Спасенный мужчина, как и еще двое пострадавших, женщина и молодой человек обратились за помощью в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Сейчас они стабильно в тяжелом состоянии. Один парень 21 года, студент выше, одесского. И второй мужчина с 47 лет поступил в тяжелом состоянии у больных. Есть отравление угарным газом. И помимо этого еще у мужчины есть ожог пламени в второй обе степени 50% поверхности тела. Еще пятерым оказали помощь непосредственно на месте. Правоохранители сейчас проводят экспертизу, чтобы точно установить причину пожара. Иван Нагерасимчук, Алексей Филиппов, Валентин Мирза, 7 канал.